Повышение уровня безопасности дорожного движения обсудили на шестом открытом форуме прокуратуры Рязанской области. На мероприятии присутствовали представители регионального ОМВД, правительство, дирекции дорог области, а также представители общественных организаций и активисты. На форуме подвели итоги, а также рассказали, как сильно изменилась ситуация на дорогах города. В рамках эксплуатации и развития системы комплекса безопасного движения в данном году было приобретено дополнительно пять комплексов фотофиксации. Сама система из себя представляет следующий набор технических решений. Это пять автоматических постов весогабаритного контроля, 97 сценарных камер фотофиксации правонарушения, из которых пять комплексов фиксирующих правила проезда перекрестков, один комплекс фиксации нарушения правил стоянки и покупки, 91 комплекс фиксации скорости умершения скоростного режима. Количество ДТП в 2019 году снизилось на 1,4%, однако повысилось число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 12%. Всего за 11 месяцев текущего года завели больше 200 уголовных дел по фактам ДТП. Заместитель начальника регионального ОМВД рассказал, что при раскрытии таких дел следователи ориентируются на установление причин и условий совершения преступлений. Практически по каждому уголовному делу вынесено представление об устранении причин и условий, из-за которых авария и произошла. В данный период 2019 года вносились представления выполненной организации «Рязани Афтодор», Министерства транспорта и автомобильных дорог, управления благоустройством города Рязани. Основные представления, которые были внесены по уголовным делам, содержали информацию об отсутствии шумовых полос и иных искусственных генированностей на опасных участках дороги, в том числе перед нерегулированными пешеходными переходами. Представления также выносили из-за недостаточной очистки от снега и наледи в зимний период и большого количества выбоин и ям. В одном месте зафиксировано несоответствие коэффициента сцепления с дорогой. Как раз здесь произошла одна из массовых аварий. Основное количество граждан, которые погибли, это столкновения. 114 граждан погибло, и вдумайтесь в цифру, за 11 месяцев. 1286 получили ранения различной степени тяжести. Единственный, самый эффективный способ избежать этих дорожно-транспортных происшествий – это разделение встречных транспортных потоков. Там, где на автодорогах это было сделано, количество погибших и раненых у нас близится вообще к нулю. Сергей Лебедев привел пример. Это тросовое ограждение на северной окружной дороге, которого раньше не было. Другой важный вопрос дорожного движения – это обеспечение безопасности учащихся и детей. Обустроено 47 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений элементами повышенной безопасности дорожного движения. Это искусственные неровности, светофоры Т7, барьерное ограждение, нанесение разметки. На сегодняшний день ведется работа по проектированию и реализации в следующем году 68 таких объектов. Участники форума ответили на вопросы активистов, которые касались определенных участков дорог, а также освещения и организации пешеходных переходов. Многие идеи и предложения чиновники и сотрудники правоохранительных органов обещали взять на вооружение.